Инициативное бюджетирование Если говорить о традиционном направлении расходования бюджета, то можно сказать, что это, как правило, направление средств сверху вниз. То есть решили на уровне правительства или, может быть, на уровне руководства муниципального образования сделать проект и, соответственно, реализовали его. Инициативное бюджетирование вот этот механизм перестраивает. То есть сегодня инициатива должна пойти снизу, то есть от населения. Население примет самостоятельно на сходе граждан решение о том, какой проект является наиболее для них приоритетным. После этого данный проект будет оформлен в соответствующей формализованной структуре, представлен на отбор и оценен по определенным критериям. После того, как данные проекты будут оценены и будет выстроен рейтинг, будут распределены бюджетные средства. Оренбургская область вошла в число регионов, в девяти субъектов Российской Федерации, которые предоставляют обширнейшую информацию о бюджете в понятной доступной форме. Это направление активно развивается и уже выложены еще две брошюры «Бюджет для граждан». Самое главное наше достижение этого года – это мы запустили портал «Бюджет для граждан». Наш портал состоит из семи главных разделов. Первое – это бюджетная система. Этот раздел целиком и полностью посвящен теории. Зайдя на эту страницу нашего портала, может узнать, что такое бюджет, как формируются доходы, как формируются расходы, что такое государственный долг, какие налоги платят юридические лица, физические лица. Второй блок – это формирование бюджета. И здесь каждый житель может строить отчеты по своему усмотрению. То есть можно выбрать проект бюджета, первоначальный бюджет, уточненный бюджет. Также можно выбрать уровень бюджета – консолидированный бюджет области или свод бюджетов муниципальных образований. Третий раздел – это исполнение бюджета. Это уже фактические назначения. Здесь также можно узнать все характеристики по доходам, по расходам, по источникам, по межбюджетным трансферам, по государственному долгу. Одна из особенностей, что абсолютно все отчеты перестраиваются в расчете на одного жителя. И, конечно же, это общественное участие. Без него никуда. Здесь вы можете оставлять комментарии, пожелания, возможно, конструктивную критику. Я думаю, что Министерство финансов делает очень много для того, чтобы мы, не профессионалы, не компетентные в финансах, но могли понять все эти бюджетные процессы. И поэтому мы призываем граждан заходить, участвовать в этих процессах. И мы будем тоже совершенствовать, согласно вашим каким-то предложениям, мы ждем от вас обратной связи.